с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 25 сентября у родившихся в этот день в 1765 году родился михаил агинский польский граф композитор участник польского восстания 1794 года автор полонеза прощания с родиной который мы все называем просто полонез агинского в 1866 году родился томас хант морган американский генетик нобелевский лауреат 1933 года за открытие связанные с ролью хромосом в наследственности эту самую хромосомную теорию наследственности он экспериментально обосновал с помощью мушек дрозофил это был такой же прорыв науки 20 века как раскрытие тайм атомного ядра физики освоение человеком космоса развития кибернетики и вычислительной техники правда почти 30 лет генетика в ссср считалось уже наукой а судьбы многих ученых были искалечены ущерб от приоритета идеологии над наукой вряд ли поддается подсчету в 1906 году родился дмитрий шостакович русский советский композитор автор 15 симфоний в 1923 он окончил консерваторию как пианист а в двадцать пятом как композитор итогом консерваторских лет явилась дипломная работа первая симфония 19-летнего композитора во время войны до октября 41 года композитор работал блокадном ленинграде где он создает седьмую так называемую ленинградскую симфонию которая стала музыкальным памятником великой отечественной войне этот человек сильнее гитлера написала ольга бергольц в дневнике услышав эту симфонию в 1942 году жизнь шостаковича была полна драматических событий его запрещали потом реабилитировали и даже произвели при жизни классики 1920 году родился сергей бондарчук кинорежиссер и актер обладатель оскара ну и конечно же его работы известны и нам и всему миру отела судьба человека война и мир они сражались за родину в 1938 году рождается лидия николаевна федосеева шукшина киноактриса а в 1944 году родился майкл дуглас американский киноактер продюсер обладатель двух оскаров дуглас как известно играл самые разные роли умел очень ловко убегать от смерти причем не только в приключенческих фильмах но и собственной жизни первый раз ему чудом удалось выжить в 80-м году когда на горнолыжном курорте он разбился спускаясь на лыжах целых три года он проходил курс реабилитации восстанавливая здоровье практически с нуля за это время его имя чуть не забыли в голливуде но триумфальный успех фильма роман с камнем вернул все на круги своя второй раз майкл дуглас удалось выжить когда выяснилось что актера диагностировали рак гортани но уже через год он официально сообщил что сумел победить и эту болезнь события дня 1763 год по приказу екатерины второй в москве открывается павловский госпиталь первая публичная больница в стране годом ранее императрица приехала на свою коронацию москву вместе с наследником павлом который внезапно серьезно заболел все обошлось благополучно и в память об этом екатерина издает указ об открытии в москве близ данилова монастыря больницы для бедных уже к 13 сентября все основные ремонтные работы были выполнены и 25 числа в больнице которая получила название павловской начинается прием больных которых обеспечивали медицинским присмотром лекарствами едой одеждой и прочими необходимыми для неимущих вещами содержали больных полностью за счет казны не требуя от них платежей не за что как в продолжении болезни так и по излечению ныне павловская больница является одним из крупнейших медицинских и научных центров 1882 год на международной электротехнической выставке в мюнхене французский физик марсель депре впервые в истории техники продемонстрировал дальнюю передачу энергии по проводам дело было так в угольной шахте городка мисбах к юго-востоку от баварской столицы установили паровую машину мощностью 3 лошадиных силы она приводила в движение якорь электрогенератора который свою очередь вырабатывал постоянный ток напряжением в полтора-два киловатта этот ток по стальным проводам телеграфной линии длиной 57 километров поступал в электронасос поднимавший воду на верхний этаж искусственного мини-водопада а водопад находился в 50 километрах от места событий в одном из павильонов мюнхенской выставки успех вся европа признала подлинно революционным несмотря прочим на низкий пока коэффициент полезного действия 1925 год состоялась последнее публичное выступление сергей есенина в москве на котором он читал стихи своего последнего сборника конце ноября 1925 года все три тома его собрания сочинений уже были сданы в набор а 8 декабря есенина нашли мертвым в ленинградской гостинице англитер в декабре в той стране снег до дьявола чист метели заводят веселые прялки был человек тот авантюрист но самой высокой и лучшей марки был он изящен тому же поэт хоть с небольшой но ухватистой силою и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своею милую 1985 год в москве в колонном зале дома союзов проходит учредительная конференция всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость на 1 января 87 в рядах общества будет насчитываться 13 с половиной миллионов человек ежемесячно тиражом в 1 миллион экземпляров будет выходить печатный орган журнал трезвость и культура в 1986 году за мужество героизм и самоотверженные действия проявленные при ликвидации аварии на чернобыльской аэс президиум верховного совета ссср присваивает звание героя советского союза майору внутренней службы телятникову лейтенантом внутренней службы кибенку посмертно правику посмертно но еще об одном событии подробно 1810 год зарегистрирован первый в историю случай гемотрансфузии то есть переливание крови от человека к человеку в отличие от прежних попыток с кровью животных все происходит в лондоне лечить при помощи крови пытались с древнейших времен гиппократ назначал внутреннее применение человеческой крови душевно больным так как считал что в крови здоровых людей содержится и здоровая душа подобно древним римлянам ассирийцы и иудеи рекомендовали пить свежую кровь особенно полезная считалась кровь умирающих гладиаторов ходило поверье что таким образом можно сделать людей храбрыми и великодушными однако непосредственным переливанием крови от человека донора человеку рецепиенту занялся лишь в начале 19 века английский врач джеймс бландал впервые оно было сделано больному страдавшему раком желудка после процедуры пациент стал значительно бодрее и крепче самочувствие его серьезно улучшилось и несмотря на то что окончательного исцеления так и не произошло изучением и применением гемотрансфузии занялись вплотную а теперь без этого трудно представить сегодняшнюю медицину с вами был николай пименко в проекте дата